Добрый день! Меня зовут Самойленко Наталья. У вас возникает, когда вы слышите названия Барбарис Тумберга, Сосна Банкса, Бересклет Форчуна, Пихта Фрейзера, Спирея Дугласа. В лучшем случае возникает образ растения, но чаще всего это и вовсе нам ни о чем не говорить. А ведь за этими названиями стоят невероятные истории и приключения. Эти виды носят имена не просто великих ботаников, а настоящих охотниками за растениями. Помните, у Майнрида есть книга «Охотники за растениями». В ней описываются приключения молодых людей, отправившиеся в Индию на поиски новых растений. Так вот, в жизни все было гораздо интереснее. Мы продолжаем рассказывать о великих ботаниках, без которых наши сады были бы очень скучными и однообразными. Сегодня мы расскажем об одном шотландском охотнике за растениями, который очень долгое время работал на дом Романовых и внес существенный вклад в развитие ботаники а также представление большого многообразия мира растений в царской России. Впервые Джон Фрейзер посетил Россию во время правления Екатерины II. Что привело его к нам? Охота за новыми видами? Желание продать свои растения? Необходимость поправить свое шаткое материальное положение? А может, просто любопытство путешественника? Не знаю. Наверное, все вместе. Тогда ходило много разговоров о необычайном успехе дипломатического букета для императрицы, присланного из Англии. Дипломатический букет – это коллекция оранжерейных растений, отправленная в Россию в знак благодарности за поддержку Англии в противостоянии Франции. Надо сказать, что букет впечатлял. Ведь он состоял и из 220 видов растений, собранных в разных уголков земного шара. Там были растения из Африки, Австралии, Китая, Новой Зеландии. Кстати, тогда же к нам попала хорошо всем известная стрелиция. В знак благодарности в Англию была отправлена большая партия семян наших растений. Так в Англии впервые познакомились с панциреей мохнатой, даронекумом алтайским и сибирской пижмой. В любом случае, чтобы не двигало Фрейзером, его жизнь долгие годы была связана с Россией. Екатерина II симпатизировала ему, охотно заказывала и покупала различные редкости и гербарии, никогда не торгуясь и разрешая Фрейзеру самому назначать цену. Павел также благоволил иностранцу, и Фрейзер получил статус коллекционер растений императора Павла. Для пополнения коллекции растений Павловска, Гатчина, Ботанического сада Фрейзер ездил в экспедиции. И в Северную Америку, и на Кубу, и Вест-Индию. Отовсюду он привозил новые интересные виды. Как вы понимаете, его бизнес в России проспитал. Все спешили сделать заказ и купить растения у главного поставщика императорской семьи. Так клиентами Фрейзера стали Демидовы. А Людвиг Николаи купил у него партию роз для Монрепо. Как бы беспечно ни звучал мой рассказ, но профессия охотников за растениями была и остается полной рисков и опасностей. Так экспедиция на Кубу чуть не закончилась для путешественника трагично. Корабль потерпел крушение где-то в 130 километров от Гаваны. Путешественников спустя неделю подобрала испанская лодка. Членам экспедиции несказанно повезло, ведь на них могли наткнуться пираты, которым просто кишило море в те времена. Бывали случаи, что растения, отправленные через океан, просто погибали во время пути. И хорошо, если только растения. Сколько таких сорвиголов погибло во время шторма, болезней или от рук туземцев. Но риск – благородное дело. И оно того стоило. Карьера Фрейзера в России закончилась спустя 10 лет. Вернувшись из очередной экспедиции, путешественник обнаружил, что Павел умер, а его место занял его сын Александр Первый. Уж не знаю, что произошло между новым императором и коллекционером, но Александр отказался оплачивать заказ, который сделала его мать Мария Федоровна. Английские и американские историки объясняют это безразличием русского царя к садоводству и ботанику. Правда, у меня на этот счет есть сомнения. Александр, может, и не был ярым садоводом-любителем, но в растениях толк знал. И начало его правления считается благоприятным временем для ботаники. Ведь как раз в это время открылись университеты в Санкт-Петербурге, Казани, Харкове. И чуть позднее был основан Никитинский ботанический сад. Думаю, дело в другом. Возможно, императору не понравился растущий ценник на растения. А возможно, и то, что растения, привозимые из экспедиции, пополняли коллекцию не только царствующей семьи, но и питомник самого Фрейзера, а также ботанический сад Англии. Что бы ни случилось, но в течение двух лет Фрейзер с помощью британского посольского корпуса и при поддержке Марии Федоровны пытался, говоря современным языком, выбить деньги. И в итоге получил компенсацию в 6 тысяч рублей. Так закончились приключения охотника за растениями в России. После возвращения на родину Фрейзер столкнулся с серьезными финансовыми трудностями и предпринял еще одну, уже последнюю попытку поездки в Америку. Поездка была успешной, но по возвращению на родину Фрейзера снова ждали судебное разбирательство. На этот раз с родным братом и деловым партнером. Питомник братьев был весь в долгах. Финансовое положение Фрейзера так и не наладилось. И после его смерти, через два года, питомник был объявлен банкротом. Однако, наследие, которое оставил после себя Фрейзер, нельзя оценить деньгами. Чего только стоит магнолия Фрейзера, кричавка Фрейзера, зверобой Фрейзера и пихта Фрейзера. Неутомимый Джон, как его называли современники, открыл миру около 220 видов растений. Америки, Вест-Виндии, Губы и кое-что из России. На этом все. Подписывайтесь на канал. Если вам интересна рубрика, поддержите нас лайками. И в комментариях напишите, о ком бы вы хотели услышать. До скорых встреч. Удачи!